Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем! Меня переполняет гнев человеческий. Да, меня переполняет гнев человеческий. Я в новый фильм Гая Ричи просто влюбился, и об этом спешу вам сообщить. Раз оф мен. Гнев человеческий 2021 года. Это задиристый криминальный боевик. Это киноманский олдскульный кейпер. Кейпер значит фильм ограбления. Это мрачный и жестокий триллер от режиссера, сценариста, продюсера и просто хорошего человека Гая Ричи. Ну, вы все Ричи хорошо знаете. Карты, деньги, два ствола, большой куш, револьвер, Шерлок Холмс, Аладдин, ну и, конечно, джентльмены. Оператор картины «Гнев человеческий» Алан Стюарт. Вместе с ним Гай Ричи снимал Аладдина и джентльменов. Композитор фильма – очень интересный молодой человек Кристофер Бенстетт, вместе с которым Гай Ричи сотрудничал над все теми же джентльменами. Бенстетт – большой профессионал в области звука в кино. Именно он создавал то самое звуковое пространство в прославленном камерном блокбастере Альфонсо Куарона «Гравитация». Благодаря чему, во многом благодаря чему, фильм получился незабываемым. Является одной из тех картин, которые я рекомендую смотреть именно что в IMAX. Ну и вообще, смотреть фильмы на большом экране – это сплошное удовольствие. «Гнев человеческий» – это вольный ремейк французского триллера 2004 года. Триллер называется «Инкассатор» и снял этот фильм режиссер Николя Бухриф. Критики по всему миру уважают и любят «Инкассатора». Но оно и неудивительно, ведь Бухриф в прошлом и сам баловался кинокритикой. Я пока еще этот фильм не посмотрел, но очень и очень хочу, многие хвалят. Так что и вы посмотрите. Первые кинотеатральные показы «Гнева человеческого» начались в конце апреля. В США прокат стартовал 7 мая. В Украине – 13 мая. А в Великобритании прокат стартует аж 23 июля. У них, как я знаю, трудная ситуация с кинотеатрами из-за пандемии коронавируса. Как принято сегодня выражаться, фильм получил неоднозначные оценки критиков и зрителей. Почему так вышло, я расскажу вам сегодня максимально подробно. Да, сам я «Гнев человеческий» – вы это уже поняли – очень и очень полюбил. Хотя и понимаю, что этот фильм не сыщет массовой любви массового зрителя. И будет даже кем-то заклемен, как далеко не самая лучшая работа Гая Ричи. Тем не менее, «Гнев» сложен и интересен. В нем много киноманского и олдскульного, нетривиального и скрытого от случайных глаз. Ну а билеты на сеансы «Гнева» в Украине раскупают, как горячие пирожки в базарный день. Да и вообще, по сборам во многих странах мира «Гнев человеческий» лидирует в прокате. Так что, да, не надо тут разводить балочки о том, что фильм Ричи не полюбят. Ходят на него. Ходят как миленькие и в непомерном количестве. Но все не так просто. И вот как раз об этом я и буду вам сегодня рассказывать. В ролях пули, не пробиваемый Джейсон Стейтем. А еще Джош Хартнетт. Помните, он надолго исчез с радаров и тут появляется у самого Гая Ричи. Кстати, он также снимется и в следующей работе Гая Ричи. Еще Холт Маккеллани. Еще Скотт Иствуд, сын Клинта Иствуда. О нем поговорим отдельно. Еще Джеффри Донован. Еще замечательный комедийный актер, британец Эдди Марсан. Обязательно посмотрите фильм Майка Ли «Беззаботная». Там у Марсана выдающаяся роль. Ну и еще тут появляется рэпер Пост Малоун. В последнее время он любит появляться в кино. Но Гай Ричи, несмотря на его многочисленные, профессиональные или творческие неудачи, вроде «Унесенных», «Револьвера» или «Меча короля Артура», это режиссер, всей душою любимый славянскими народами. Есть в Ричи что-то такое, что понятно и близко нашему человеку. Человеку, прошедшему 90-е годы. Человеку, ощущающему перманентное беззаконие и обман со стороны властей. Человеку, живущему сегодняшним днем. Человеку, любящему крепкое словцо. И так далее, и так далее, и так далее. У меня вообще складывается ощущение, что славяне – это конкретная целевая аудитория Гай Ричи, что именно для нас Гай Ричи свое кино и снимает. Звание народного режиссера, пускай и в сугубо уличном контексте, приросло Гаю Ричи в наших краях намертво. Вот Ричи, Тарантино, Родригес, конечно, по сути своей, это очень и очень разные режиссеры с разными творческими судьбами и мировосприятием. Однако их всех объединяет одна общая черта, так точно выявленная и так органично усвоенная, эх, простонародьем. Это эдакий пацанский стиль лихачества. Это боевичный драйв. Это развеселая маскулинность. Ну а народ, как мы знаем, ошибается редко. От Ричи, Тарантино, Родригеса всегда ожидают эдакого праздника в кино, сильных и неподдельных эмоций. В каком-то смысле они по-настоящему пролетарские режиссеры. Однако, да, конечно, пролетариата нового разлива, рубежа 20-21 веков. И никакое мейнстримное кино, вроде Шерлока Холмса, он мне, кстати, очень нравится, или Аладдина, он мне, кстати, очень не нравится, не способно обмануть обычного трудягу-официанта из провинциального кафе. Гай Ричи – это режиссер удивительных криминальных баек. Карты и куш – это библия для многих таких официантов. Ну и баснословный успех недавних джентльменов, объявленных возвращением Ричи к корням, только подтверждают озвученную мною тезу. А теперь Джейсон Стейтем, многими критиками и зрителями, титулованный последним героем боевика. Или, что, признаться, звучит довольно комично, последним защитником маскулинности. Что же это за маскулинность такая, если ее требуется от кого-то или чего-то защищать? Ну да ладно. Стейтем славится своим пуленепробиваемым амплуа молчаливого и отчаянного воина-мужика. Такого мужика, который дает физический отпор всем силам зла на планете. Никаких эмоций, только кулаки. Лысина Стейтема – это уже почти очевидная метафора его безничевошности. И, кстати, Лысину Стейтема Гай Ричи в гневе человеческом, так сказать, обыгрывает превосходно. Показывает ее нам, как эдакий холм совершенной маскулинности. В общем, актер Стейтем – это словно бы голая машина для убийства или мести. Он предельно обнажен и, конечно, недвусмысленен. Опять же, алтскул. Стейтема открыл Ричи, взяв его буквально с улицы и пригласив на заметную роль в «Карты. Деньги. Два ствола» 98-го года. Это был достойнейший дебют Стейтема в кино, за что Стейтем Ричи до сих пор благодарен и честно говорит, что у него не было бы никакой актерской карьеры, если бы не режиссер. Дальше – «Большой куш» того же Гая Ричи 2000-го года, после чего актер пускается в свободное плаванье. Он докатывается до перевозчика, адреналина и механика. Он встает в один ряд с неудержимыми. Он попадает в гоночно-бабашную франшизу «Форсаж». И вуаля! Вот вам всеми узнаваемое лицо жанра боевик. Последний раз Стейтем и Ричи сотрудничали в фильме «Револьвер» в 2005-м году. Довольно неоднозначная картиня, которая до сих пор сбивает с толку критиков и зрителей, не понимающих, как к ней лучше всего подступиться. Ну и как ты к ней подступишься, если в те времена Гай Ричи увлекался каббалистикой и Мадонной? И вот 15 лет спустя Гай Ричи и Стейтем встречаются снова и выдают на гора аж два фильма. Первый – это «Кейпер», «Боевик», «Гнев», «Человеческий». Его сегодня и обсуждаем. А второй – ожидаемый вот-вот еще один новый интересный жанр для Гая Ричи – шпионский триллер «Пятый глаз». Его съемки завершились совсем недавно – 20 марта 2021 года. Эх, ждем! Кстати, в «Пятом глазе» опять, как и в «Джентльменах», исполнит одну из ролей Хью Грант. Ожидаем его в не менее неузнаваемом амплуа, как это случилось в «Джентльменах». «Гнев Человеческий» – это четырехактовая ветхозаветная пьеса. Это эстетский боевик. Надеюсь, вы все эстеты. Это упражнение в классическом жанре фильма «Ограбление». И это в некотором смысле почти ретро-кино. Главный герой трагедии, а это именно что трагедия? Серьезно, я не шучу. Это трагедия. Суровый, как полено, дядька. Злой дух, как его называют. Сочетающий в себе два противоположных начала. В фильме так и говорят – Хиросиму и Христа. Прозвище у героя – «Эйч». И это, конечно, Джейсон Стейтем. С какого-то перепугу он устраивается охранником ценных грузов в частную инкассаторскую фирму. То есть сопровождать денежку, которую перевозят из точки А в точку Б. Работа эта, мягко говоря, небезопасна. Инкассаторов часто грабят, а иногда даже и убивают. Так выглядит, что Х только того и нужно, чтобы на инкассаторскую машину кто-нибудь-то напал. Видимо, таким образом он зачем-то надеется встретить нужного ему грабителя. На этом и остановимся. Все остальное пересказывать смысла нет. Потому что любое слово окажется спойлером. А за спойлеры нынче – казнят. Хотя один из главных спойлеров вы и так уже увидели, ну или увидите в трейлере. Ой, да будет проклята современная эпоха распространения информации. Критики правильно пишут о том, что гнев человеческий – это очевидно по одному только библейскому названию фильма. Исполнен христианских аллюзий. Да, религиозных намеков в фильме предостаточно. От номеров машин, отсылающих к священному писанию, до – ни за что не слушайте дальше, правда – спойлеры, спойлеры, спойлеры – до несколько необъяснимых воскрешений персонажа Джейсона Стейтема. Тема мести за сына. Тема неизбежного наказания грешников. Тема неотвратимого конца. Тема праведного гнева. Все это прямиком перекочевало в боевик Гая Ричи из книги «Книг». Тем не менее, многочисленные кивки в сторону ветхозаветных историй и морали не имеют ровно никакого значения в контексте происходящих в гневе человеческом событий. Считаете вы эти символы или не считаете? Боевик Ричи останется боевиком, а ограбление останется ограблением. И вот тут, наконец-то, мы переходим к сути. «Гнев человеческий» – это откровенный, формальный эксперимент Гая Ричи в области двух классических киножанров – боевика и фильма-ограбления. Я уже говорил, кейпера. Нелинейная структура картины. Ее сюжет и логика. Ее стилистика. Типажи героев. Все это – производные ричевских кинематографических игр. И именно в этом, в экспериментальном подходе режиссера, в его формотворчестве, ставшем образующим началом кинокартины, и кроется бомба замедленного действия. Та бомба, которую Ричи заложил еще на этапе препродакшена. К сожалению, массовый зритель обречен на нее натолкнуться, и это вряд ли порадует массового зрителя. Трейлер, описание и вся реклама «Гнева человеческого» обещают нам динамичное развлечение в духе, ну и это очевидно, ведь фильм снискал большой успех, предыдущих ричевских джентльменов. Зритель наверняка ожидает увидеть непрямой сиквел этой кинокартины, то есть тот же уровень, то же лихачество, тот же юмор, ту же крутизну и так далее. И в некотором смысле он это получит, да только в другой обертке, в такой, которая скорее киноманская, чем мейнстримная. Если джентльмены отлично попали во все целевые аудитории за раз, то есть понравились и киноманам, и массовым зрителям, то гнев человеческий – это продукт несколько более изысканный и утонченный. Джентльмены, вот понимаете, они очевидно прекрасны, а гнев не очевидно. Ну так в чем же состоит эта неочевидность? А сейчас я вам расскажу. Зритель в первую очередь может быть разочарован тем, что в отличие от джентльменов, выскакивающих и пикирующих неожиданными сюжетными поворотами, гнев человеческий абсолютно предсказуем, прост и даже банален с точки зрения повествования. Не ожидайте от фильма ни одного сюрприза, сюрпризов попросту не будет. Но! И это самое важное но! Их сюрпризов и не должно быть в том-то и соль. Берясь за канонические жанры кино, вроде боевика или фильма-ограбления, Ричи не преследует цели предложить альтернативу, то бишь переизобрести канон, изменить наше представление о классике. Да, он многое меняет, он многое привносит от себя, совершает смелые шаги. Однако все эти перемены и смелости, они будут очевидны исключительно тем зрителям, которые отдают себе отчет в речевском подходе, знают историю кино, способны заметить слабо уловимую разницу между боевиком и боевиком. Для зрителя же несведущего подобные игрища не будут значить ровным счетом ничего, он их пропустит, он заметит только обыкновеннейший боевик. И скажет, что посмотрел не фильм Ричи, а фильм Стейтема, просто еще одно кино о том, как лысый громила наваливает плохишам. Да, такой взгляд, конечно, заслуживает на существование, однако он слишком примитивен. Смотрите-ка, гнев человеческий совсем не такой уж типичный боевик, каким он может показаться на первый взгляд. Оставаясь в границах жанров, Ричи удается расширить их до наиболее допустимых пределов. Говоря иначе, он исследует пространство жанров под увеличительным стеклом. Ричи хитроумно и умно балуется с архетипами боевиков и фильмов ограблений. Вот лишь несколько подобных примеров. Главный герой боевика непобедимый супер-пупер-мужик, однако Эйчу, персонажу Стейтема, круто не везет. Еще и дважды. Более того, Эйча вообще на долгое время выкидывают из фильма, что для жанра боевика нонсенс. Также Гай Ричи удачно потрунивает над образом Стейтема, иронизирует по поводу его амплуа. В одной из сцен Эдди Марсан, начальник Стейтема, говорит, что боится его, что Стейтем производит впечатление какого-то маньяка. Боевые навыки Стейтема в гневе человеческом нарочито утрированные, почти супергеройские. Он не только пачками укладывает противников, он их натурально устрашает. А как он стреляет, как он управляется в бою. Дальше. В фильме снимается сын Клинта Иствуда, Скотт Иствуд. Кстати, как же они похожи внешне, аж страшно. Прям не сын, а клон. Так вот, Скотту Иствуду досталась крайне важная роль в этой трагедии. В небольшом эпизоде Ричи снимает его крупным планом, показывая на весь экран линию глаз Иствуда. Разумеется, что это перекличка с так называемой долларовой трилогией Серджио Леона. Ой, я ее обожаю и вам весьма рекомендую посмотреть. Это три фильма с Клинтом Иствудом в главной роли. За пригоршню долларов, на несколько долларов больше и, конечно, хороший, плохой, злой. Самый любимый фильм Квентина Тарантино. Три этих картины это классика так называемого спагетти вестерна. Именно благодаря этой трилогии долларовой трилогии Клинт Иствуд и стал суперзвездой. Ну и раз уж я заговорил о Леоне, противостояние Джейсона Стейтема и Скотта Иствуда выведено в гневе человеческом на тот же метафизический уровень, что и противостояние, умоляю вас, запомните эти имена, Чарлза Бронсона и Генри Фонды в «Однажды на Диком Западе», культовейшей, дзен-буддийской, и тут я не шучу, кинокартине Серджио Леоне. Помните эту историю с гармоникой, преследующего Фрэнка? Вот точно так же и Эйчи в гневе преследует Джена, преследует и никак не может его поймать. Стоит ему до него дотянуться, как Джен ускользает, как будто две вселенские силы никак не могут сойтись. И если у Леоне гармоника сохранял дзен-буддийское хладнокровие и даже потешный стан души, то с Тейтом у Ричи исполнен гнева и ярости. Гармоника плывет по волнам судьбы, он руководствуется Дао, а Эйч предпочитает грубую силу. Ну прямо сопоставление восточного и западного подходов. И может быть, именно поэтому Эйчу так и не везет, из-за его грубой силы и мужского напора. Вот видите, насколько глубок гнев человеческий. Это и правда очень интересный с точки зрения концептуальности фильм. Еще гнев человеческий это фильм ограбления. В этой связи вспоминаются и асфальтовые джунгли Джона Хьюстона, и замечательный фильм Боб, прожигатель жизни Жан-Пьера Мельвилля, и тоже замечательный фильм Убийство Стэнли Кубрика, и еще многие-многие другие классические фильмы ограбления. Гнев, он безусловно из той же оперы. В картине ощутимо французская кинотрадиция. Вспомните лишь стартовый эпизод картины, снятый одним дублем. Детальная разработка плана ограбления, механистический сюжет план фильма, трехчастная структура, флешбеки, переосмысление произошедших событий с разных точек зрения. Гнев совершенно очевидно отсылает зрителя к жанровому кино, хотя при этом и остается абсолютно ричевской работой. И вот как такое может прийтись по душе недоумевающему массовому зрителю, рассчитывавшему на динамичный и веселый ричевский фильм, а получивший в результате нигилистическую, неоднозначную и жестокую трагедию, в которой форма превалирует над содержанием. И, кстати, я не просто так это говорю. Многие из моих друзей оказались разочарованы не только финалом этой картины, ох, как же он банален, говорят мне друзья, но и вообще всем фильмом, называя картину, как я уже сегодня рассказывал, «банальнейшим боевиком» с Джейсоном Стейтемом. С моей точки зрения это не так. И, конечно, тот обман, который происходит со зрителем во время просмотра «Гнева», разумеется, слово «обман» мы берем в кавычки, он случается лишь потому, что зрители идут на этот фильм с конкретными ожиданиями, а речи не хочет повторяться. Он двигается дальше, но при этом, как ни парадоксально, остается самим собой. Джентльмены воспринимались зрителем как потрясающее тарантиновское кино, но «Гнев человеческий» это же Мельвиль и Леона, это совершенно другой уровень. Вот и получается, что с точки зрения эстетики Гая Ричи, «Гнев человеческий» это очевидное продолжение творчества режиссера. Однако с точки зрения формы, это первоклассный жанровый фильм, отличный от общепринятого ричевского стандарта. Ричи и вообще считается мастером именно что жанрового кино. Вот глядите, за что он только в своей жизни не брался. От блокбастеров-мюзиклов, вроде «Аладдина», верно? До совершенно криминальных черных комедий, вроде «Большого куша». Он большой молодец. Большой куш, большой молодец. Ну и следующая его кинокартина, «Пятый глаз», она что же в новом для Ричи жанре? Шпионского триллера. Очень и очень ждем. Короче, гнев человеческий хорош. Это Ричи. Все равно это Ричи. Есть тут и стандартная для него критика американского образа мышления. Но он же британец. Помните, один из героев фильма будет говорить «Все мои враги – арабы». Есть тут и свойственная Ричи ирония, хотя она и приправлена особо чернушной чернухой. И есть неизменная тема криминалитета. Эйдж – он главарь банды налетчиков. Но, видите, опять выскочило «но». Ричи не подает себя на тарелочке. Он меняется от фильма к фильму. Он пробует разные подходы. Например, «Гнев человеческий» – это фильм действительно мрачный. А герой Стейтема и вообще вызывает противоречивые чувства. В некоторых эпизодах он проявляет непомерную жестокость даже по отношению к женщинам. Иными словами, я вам очень и очень рекомендую посмотреть «Гнев человеческий» именно с той позиции, с которой я вам сегодня рассказывал об этой кинокартине. Она, правда, сложнее и она, правда, интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Как говорил Квентин Тарантино, не относитесь к этим фильмам с пренебрежением. Не оценивайте их свысока. «Гнев человеческий» – пускай «Боевик», пускай «Фильм ограбления». Да только кто ж сказал, что это неизменные жанры. Это настолько же интересный и прорывной фильм, как и, например, «Манг» – да-да, «Манг» Дэвида Финчера. И то, и другое является современным, качественным мейнстримом. И как же здорово, что мы с вами живем в эпоху, когда Гай Ричи, тот же Дэвид Финчер, или Пол Томас Андерсон, или еще один Андерсон, Уэс, или даже Вуди Аллен, или Михаэль Ханеке, перечислять можно до бесконечности, снимают свои кинокартины, а мы их смотрим. Ну и слоган фильма, конечно, гневливая фраза Стейтема. «Я человек гневливый». Спасибо, что слушали. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да.